Нынешний отопительный сезон жители Латвии ждали с тревогой. События в Европе и мире негативно отразились на ценах на энергоресурсы, в результате чего стоимость услуг теплоснабжения значительно выросла. Больше всего это ощутили населенные пункты, где для централизованного отопления используется природный газ, и Даугавпилс – один из таких городов. Даугавпилс Силтум, Тейкла и самоуправление делают все возможное для снижения затрат на теплоснабжение. На территории ТЭЦ-3 активно эксплуатируется новая котельная на щепе. Две теплоцентрали были оперативно модернизированы путем приспособления их к использованию альтернативного топлива, а также ведутся работы по строительству второй котельной на щепе. Принятые меры позволили Даугавпилс Силтум, Тейкла, предоставить комиссию по регулированию общественных услуг, тариф, который может вступить в силу с 1 марта и будет почти на 18% ниже действующего. Исторически сложилось так, что в нашем самоуправлении природный газ был основным энергоресурсом, используемым нашими теплосетями. Колебания цены в течение этого года также повлияли на действующий тариф. В виде ситуации на рынке, ситуации с ценами, самоуправления вместе со специалистами Даугавпилс Силтум, Тейкла приняли решение диверсифицировать эти риски. Поэтому осенью прошлого года мы приняли решение перейти на нефтяной газ в качестве топлива, что существенно сказалось на цене. За счет этого также есть возможность с 1 марта снизить тариф чуть более чем на 17%. Использование дизельного топлива в локальных котельных также дало возможность снизить тариф. Уже начат проект строительства второй котельной на щепе на территории ТЭЦ-2. Это увеличит долю энергии собственного производства, даст возможность еще больше отказаться от дорогого природного газа, и по нашим прогнозам в долгосрочной перспективе мы сможем удержать тарифы как минимум на этом уровне. А если будем работать эффективно, то сможем его понизить. Все эти меры и принятые решения направлены на то, чтобы обеспечить энергонезависимость и уменьшить риски, которые могут возникнуть в будущем. Ведь прогнозы специалистов насчет упавших на бирже цен на природный газ пока не являются однозначными. Специалисты планируют, что осенью цены опять могут подняться. Но мы будем готовы. У нас будет возможность действовать так, чтобы счета за отопление для жителей не увеличивались. В настоящее время ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 могут использовать для отопления пропан-бутан и природный газ. ТЭЦ-3, щепу и природный газ. Малые котельные в настоящее время работают на природном газе или дизельном топливе, а также на древесных гранулах. В целом, Дагопилсилтум ТЭЙКЛ в настоящее время самостоятельно производит около 90% необходимой городу тепловой энергии, что является самым высоким показателем за последние 15 лет. Хотя реконструкция котельных была завершена уже в декабре прошлого года, потребовалось время, чтобы опробовать новое оборудование и предоставить расчеты СПРК для снижения тарифа. В самоуправлении подчеркиваю, что будут предприняты все меры для скорейшей стабилизации ситуации, поскольку заложниками ее стали не только жители, которые все же получают государственную компенсацию для покрытия расходов на отопление, но и муниципальные учреждения, в том числе школы, детские сады, поликлиники, больницы, а также предприниматели, работодатели, которые не получают никаких государственных компенсаций и которым энергетический кризис принес большие убытки. Договор, который накануне отопительного сезона, ввиду отсутствия других альтернатив, Дагопилсилтум ТЭЙКЛ заключила Слатвэнерго, повлиял на размеры тарифа, но также позволил рассчитываться за полученный природный газ постепенно, а не вносить предоплату, как это было прежде. Благодаря этому не применяются штрафные санкции к жителям, которые не в состоянии вовремя оплачивать полностью счет за отопление. Однако жители Дагопилса просят относиться с пониманием к ситуации ежемесячно, хотя бы частично оплачивать счета. Из самоуправления Дагопилские теплосети понимают, что жителям нелегко платить полную сумму за отопление. Я все же призываю их по возможности платить за тепло. Нужно понимать, что необходимо обеспечить денежный поток предприятию, так как ему необходимо расплачиваться за поставленный газ и другие услуги. Я призываю договориться с предприятием о том, сколько каждый может заплатить, а не выбрасывать счета в мусорную корзину и думать, что их не надо оплачивать. Давайте проявим взаимопонимание и постараемся выйти из этого кризиса сообща. Самоуправление продолжает работу по улучшению энергетической ситуации в Дагопилсе. Тем временем Дагопилс Силтум Тейкл напоминают, что каждый житель может сократить потребление тепловой энергии и расходы на отопление, заботиться об энергоэффективности своего жилья и ответственно относясь к местам общего пользования. Не оставляйте окна и двери подъездов открытыми. Таким образом, удастся сократить потери тепловой энергии. Сюжет подготовил отдел коммуникации Дагопилского городского самоуправления.